И ломаем его с помощью левой картошки-мышки. Открываем инвентарь и крафтим с использованием прав. Майни вновь с вами! Всем привет! И сегодня у нас реакция на видео с канала Скрепка. Это будет видео про Майнкрафт. Майнкрафт, который пройдется на картошке. Это самое странное, но очень интересное видео. Поэтому давайте, давайте смотреть. Поехали. Всем привет, дорогие друзья. Скрепка раз удивляет, как всегда. Скрепка. И сегодня я действительно пройду Майнкрафт на картошке. Вот это, я понимаю, скилл. Охренеть, в варианте. Круто. Вот это контроллер, я понимаю, на картошке играть. Скрепка молодец. По-любому, Ардуина есть там. Для нее нам понадобится, собственно, сама картошка, провода для соединения, маленький резистор и микроконтроллер для управления всем этим делом. Паяем, подключаем и добавляем светодиод для индикации. Работает. Как только я касаюсь картошки, светодиод загорается. Давайте очень упрощенно расскажу, как все это работает. Ну, это, конечно, очень круто. Все время подается напряжение в 5 вольт. Замыкается все это. Блин, я шарю в электричестве, но давайте лучше это слушаем. Но при касании ее электрический процесс изменяется, так как я замыкаю картошку на минус через свое тело. Подкованная часть аудитории может спросить, какой минус? Твое тело же не заземлено. А дело в том, что в другой руке я держу... Попались, попались. Блин. Черт, попались. В другой руке я держу минусовой провод. И получается, что ток проходит по моему телу и уходит в минус. Микроконтроллер замечает падение напряжения и понимает, что я дотронулся до картошки. Надеюсь, вы там еще не уснули, потому что самое время добавить еще пару картошек. Картошка пробел, картошка инвентарь, картошки ЛКМ и ПКМ, картошка колесика и картошка мышка. Начнем, пожалуйста, с кнопки. Картошка мышка. Немного пайки. Точнее, много пайки. Блин, круто, конечно. Вот, честно, с пайкой до сих пор не сильно я дружу. Я умею паять, но это... Пару штекеров. Фечально. Надо учиться лучше паять, потому что... И вроде готово. Но вот самое сложное. Как нам заставить работать картошку, как мышку? В этом нам поможет вот такой вот модуль акселерометра. Он всего лишь измеряет наклон относительно земли. Паяем его. И запихиваем внутрь картошки. А наклоном будет управляться. Программировать микроконтроллер. Так как сам он вообще не знает, что ему нужно делать. Итак, подключаем библиотеки. Настраиваем пины. И все остальное. Ну да, это Ардуино. Тут у нас работа мышки. Тут колесико. Никогда не занимался какой-то фигней с Ардуино. Надо будет обязательно себе его купить. И я хотел бы попариться с ним. Потому что мне кажется, это очень интересно. Ну а тут все остальные кнопки. Ничего сложного. Загружаем. И можно тестить. А, еще одна деталь. Заземление. Вообще не так важно, куда его подключать. И поэтому я приклеил провод себе на ляжку. Не, ну а чё? Почему бы и нет? Все, видимо, можно начинать. Итак, левая картошка у нас отвечает за бег. Центральная картошка у нас отвечает за прыжки. Мышка отвечает за мышку. Ну тут понятно. Управляется она, кстати, не перемещением, как настоящая мышка. Да, наклонами. Уже в селерометр. Подбегаем к дереву. И ломаем его с помощью левой картошки мышки. Открываем инвентарь. Самое необычное прохождение. И крафтим с использованием правой картошки мышки. Вроде все просто. Хотя, зачем я вам это все показываю? Вы же и так видели, как я проходил Майнкрафт. В смысле не видели? А, так вы колокольчик не нажали. Все понятно. Все ясно. Ладно, а вот для тех, кто не смотрел, нарезка интересных моментов. Если хотите посмотреть полное прохождение, а также, например, узнать историю про то, как зрители... Но я не видел прохождение на стриме, поэтому мне будет еще и делись, на самом деле. Устроили бунт и заставили меня заказать пиццу. То ссылочка на прошедшие трансляции будет в описании. Ну что, в общем-то, можно начинать. Погнали. Так, ну в общем, как обычно, рубим дерево. За исключением того, что я играю на картошке. Так, не понял, извинись. Что с Майнкрафтом? Я же даже не на сервере. Так, рубим следующий блок. Да, весело-весело получается. Итак, теперь кое-что более сложное. Я открываю инвентарь. Иногда подлагивает, но все окей. Итак, начинаем крафтить. Мне нужно взять вот это вот дерево и поместить его... Это очень сложно. Так, отлично. Переместить его сложно очень. Я постоянно не попадаю, мискликаю. Так. И теперь забираем наши палочки. Теперь... Ну, раз ума сойти. Правую кнопку раз. Давай, нажимай. Отлично. Так, правую кнопку два. Так, еще чуть-чуть. Еще сюда. И отлично. Еее, верстак. Я чувствую, это будет долгое прохождение. Очень долгое. Ну, ничего. Времени у нас достаточно, я считаю. Теперь ставим верстак, нажимаем правую кнопку. Блин, хочу в Counter-Strike на таком паре. Чего-то был бы скилл, знаете. Правой картошкой, точнее. Берем сначала досточки и попробуем сейчас вот так сделать. Ну-ка. Опа. Нет, не получилось. Так, давайте положим это просто вниз. Очень сложно, очень сложно крафтить с таким сетапом, так сказать. Раз, два. Сетап мощный. Игровой. Еще раз. Два. Это знаете, когда в Эльдорадо вам предлагают геймерский компьютер. Так вот, примерно там такое внутри. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть картошек. Шесть картошек внутри. Отлично. И, наконец-то, забираем кирку. Капец, блин. Очень сложно. Да, семь картошек. Так, еще немного. Картошечная материнская мать. Картошечная память. Наконец-то бахаем себе каменную кирочку. Уже получше получается у меня крафтить. Я понемногу приноравливаюсь, что самое необычное. Так, берем кирочку, выкидываем ее. Так, потому что так ее, наверное, будет даже легче подобрать. А долго ты делал картошечки с проводами? Картошечки с проводами. Нормально. Нет, я делал это около двух дней. Двух-трех дней. Так, идеально. Печечка. Забираем, наконец-то. Ну, это очень прикольно. Самое необычное прохождение, я на которое возможно. У меня вроде как получается. Нажимаем на картошку, которая отвечает за колесико. Раз, два. И ставим правой кнопкой, то есть картошки. Что там замылил? Короче, ты серьезно решил прицепить контакты к картошке? Ты что ли заземлил себя? И когда дотрагиваешься до картофана, то изменяется сигнал. На основе этого программа отправляет нажатие на кнопку. Все верно, все верно. Вы этого не видите, но у меня сейчас прямо к ляшке подключен провод. Так что я заземлен, так сказать. Я типа картошка еще слева. И я на самом деле уже начинаю потихоньку привыкать. Зачем такая картошка, которая слева? Видите, в самом дали за монитором. Может это выход типа эскейп? Ну, сложно. Это эскейп. А сейчас я уже нормально рулю мышкой, попадаю по кнопкам, практически не мискликаю. Тяжела жизнь ютубера. Глажу картошку тут 10 часов чисто. Блин, звучит привлекательно. Пещера. Я... Ну, давайте я все-таки туда не пойду. Мне страшно. Я в стыкло, я пошел. Вот зашел. Посмотреть очень понравилась твоя идея с картошкой. Как и ты до такого додумался? Да, на самом деле все начиналось с того, что мне на стриме какой-то челик написал. Йоу, пройди Майнкрафт без клавиатуры и мышки. А я такой, хм, без клавиатуры и мышки? А тогда как? И тогда подумал. Тогда на картошке. Почему бы не на картошке? Я слышал, что какой-то чел прошел Драк Соус на бананах. А почему я не могу пройти на картошке? Вот, как-то так и получилось. Неплохо. Это шикарная идея. Клавиатуры закончились в магазине из-за пандемии, и приходится играть чисто на картофеле. Вот у меня здесь есть помидор, и смотрите, я просто беру вот так вот, оп, и теперь я управляю помидором. Почему нет? Почему нет? Я могу здесь вообще любой электропроводящий предмет положить, что бы это ни было. Помидор, ну это такой симпатичный, это можно было с помощью этих всех штук распределить, где пробило, чтобы проще было угаривать. Например, можно было бы сделать морковку, пробило, она длинная. Заломание управляется помидором. Почему нет? Шо, все разбежались, да, когда я меч скрафтил? Да-да-да. Хорошо, что они не знают, что я сейчас играю на картошке, и мне навалять проще, чем, блин, двухлетнему ребенку. Ё-моё, да почему я постоянно промахиваюсь? Так, алмазики, наконец-то. Зато неплохо он даймонды нашел. Ни разу не находил даймонды в пещере, я вот, ну, просто когда копал, куда-то, знаете, прямой такой туннель, только тогда мог находить. А вот чтобы в пещере найти даймонды, это никогда такого не было. Не-не-не-не-не-не-не, все-все-все-все-все. Да, блин, не-не-не, все, я, конечно, я пошел, извиняюсь, что забыковал, набыковал, спасибо за компанию, но я пошел. Было очень приятно пообщаться. Так, алмазерная кирка, наконец-то. Ого, у него алмазов. Еще один алмазик сюда и меч. Теперь я реально непобедим. Так, пора бы наконец-то строить портал. Сюда, сюда. Да, класс, я опять мискликнул, ну нормально. Кстати, надо посчитать, сколько стоит эта клавиатура. Итак, 2 бакса, 2 бакса и еще около 400 рублей на самом деле, так что дешевле даже, чем самая дешевая клавиатура. Не надо, у нас самая дешевая клавиатура стоит, я помню за гривен 80 продавалась самая дешевая клавиатура, самая дешевая мышка за гривен 20-30 можно найти. Я представляю, какого качества там мышка и клавиатура, я чувствую, это просто жуть. Ставим раз, ставим два, ставим три. Отлично. Оп, наконец-то. Ну шо, блин, поджигаем портал. Я, правда, заходить в него сейчас не собираюсь. Я, да, у меня пока нет брони. Да, блин, почему я постоянно мискликаю? Да что происходит? Горит парень. Так, погнали. Что выпьешь, что в жизни? Наконец-то я в аду. Так, пора бы искать крепость. Человек нажимает на картошку и говорит, блин, пробел плохо работает. Повторяю, человек нажимает на картошку. Кроме пробел, на картошку. Вы думали, это рофл? А челекату реально беда с башкой? Да, на самом деле это все, да, блин. Минус все, какая обида. Обида дважды. Нет, здесь я уже был. Сюда мне нет... Обида трижды. Так, может здесь? Обида четырежды. Это просто бесконечно будет. Аду, это будет самая жуть. Сделала. Я даже не сгорел в лаве, я просто разбился. Я просто разбился. О, наконец-то, крепость, отлично. О, нашел свои вещи. Так, давай, твой получай только вперед, одна кнопка. Да, на, получил, тварь. Изи. Вот это да, мощь. Так, не-не-не-не, мне этого не надо. Класс, давай щит спасать. Да, черт. Так, минус один, сейчас будет. Да, минус один, отлично. О, я запутался в картошках, все, ничего не работает, очень. Так, может еще? А, блин, еще, еще. Нет, 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 что происходит? Еще залагало. А, музыка с авторскими правами, конечно, так. А ведь я сейчас сдохну, да. 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 Класс. А, и все, возле прям них. Ну, все к этому и шло. А, класс, смешная шутка. Откуда их там столько, я не понимаю, что за фигня? Их сколько? Ни, ни хрена себе, пять, пятеро, да? Сколько? На одном перекрестке, когда я пытаюсь их фармить, их ноль. А когда я пытаюсь просто пройти, пять человек на одном перекрестке. Нормально, пять где-то посушителей. Ладно, да откуда они? Нет, а, да, черт, нет вещей. Все, это, это эф. Понятно, заново все и проходить. Расканяю клейки до двадцати. Ну, почти. Какая жуть. Мне его так жалко. Парень просто хотел жить. Гляньте, он с обычным мечом лучше. А, опять умер. Откуда сокол скелетов? А ну, быстро все свалили от моих вещей, твари. Да ё... Не-не-не-не-не, все. Жесть, как это проходить? Я б с ума сошел. Ну, наконец-то. А все же на 7 стерней? О, буду знать. Буду знать для будущих прохождений. С этой стороны. Да уж. А, в общем, тут такая угарная приколюха произошла. Перезахожу я, значит, в мир, а все пропало. Никаких блоков, ничего. То есть, мир полностью перегенерировался заново. Что? И это не какой-то единичный баг. Теперь этот мир полностью сломан. И когда я в него захожу, никаких блоков, ничего. В общем, чанки сломались, я не знаю, что с этим делать. Жесть! Реально. Моего мира больше нет. И так на картошке проигрывает, и так играет, и так страдает, блин. Так еще это говняшка, блин. В самом начале. Вот здесь моя шахта, и... Класс, да. Короче, вот, я ставлю блок. Перезахожу в мир. Оп. А это что за бах такой? Ничего. Надо будет пробовать пересоздавать мир и перетаскивать предметы в него. Ну, в общем, мир-то я пересоздал, но проблему с удалением мира при перезаходе я так и не решил. Поэтому теперь мне нужно пройти Майнкрафт, не перезаходя в него. То есть одним дублем чисто до самого убийства дракона. Вещи я также восстановил основные. Так что, я думаю, все нормально. Главное, чтобы мы сейчас... Ну да, да, то нужно в сумаски за нос начинать. Да, я думаю, это будет... Я пугухой поехал. ...самых сложных убийств дракона вообще. Но явно... Мне кажется, это из-за новой версии Майнкрафта возможно, скорее всего. Чёрт знает, от чего этот баг может быть. ...потому что выживание с пакостями от зрителей, это было жесть. А, ну да, вы и этот стрим пропустили, да, да. Я же вам говорил, нужно нажимать колокольчик, а вы... Ладно, видео и так подзатянулось. Поэтому давайте пропустим неинтересную часть убийства Мендерменов. Ну и перейдём к самому ожидаемому. Конечно же убийства дракона. Он здесь в первого раза убьёт или умрёт несколько раз на нём? Ну... Ух, я же переживал. Переживаю за скайпу как за себя. Кстати, по непонятной причине у меня появился баг. А теперь, когда я ломаю блок, или ударяю просто кого-то, в общем, нажимая на левую картошку мыши, то я не могу управлять камерой. Очень странная фигня. Я так и не понял, почему она появилась, но... Реально странно. Копать она очень сильно мешает. Ух, ну погнали. Так, картофельная. Бам, первый. Картофельная атака. Блин, вот эти самые сложные будут скетки ломать. Отлично. Вот это профессионал уже, гляньте. Просто всё проверять до миллиметра. Видишь, что человек в Майнкрафт очень много наиграл. Всё, капец. Ну ладно, не с первого раза. Ну ничего. А тут можно так прострелить? А я не знал. Окей, слушайте, это классно. Буду знать теперь. Понимаю, как-то Майнкрафт пройти на стриме. Блин, ну, это круто. Конечно, то, что он сделал, то, как он это прошёл, заслуживает дикчайшего уважения. Как что это, наверное, было? Представляете картошках играть? Сложно, сложно. Блин, всё, я куплю себе тоже Ардуино, я попробую себе сделать что-то подобное. Ну не с картошками, конечно. Ну просто хотя бы поучиться. Я так много программированием занимался, но это меня заинтересовало. Знаете, у меня расшевелило мой мозг. То есть надо время будет выделить себе. Я понимаю, в Ардуино, аж какое я за программирование? Типа C, C, ну типа C+, или C-Sharp. Я же не думаю, что там Ява. Представляете, что я язык подучить. Хорошо, что я с Явой раньше работал. В принципе, будет не так сложно. Ну наконец-то. Шот, хватил, да? Ну Джава, ну я говорю, что исправляют мне Ява на Джава. Знаю, что Джава просто что-то привык говорит в своё время Ява, поэтому извините. Даже на картошках ты мне ничего не смог сделать. Ха-ха-ха. Изи. Изи до скрепки. Это было очень интересно. Очень необычно и очень круто. Мне понравилось. А вам как? Ладно, теперь я думаю, можно и на сервере поиграть. Заходим на СП. Куда же ещё? О, Котовасик. Здорово. Чёрт, только зашёл и уже унижают. Ты пахнешь попой. Я же даже ответить не могу. Вот блин, забыл. Я же специально для такого случая подготовил отдельную кнопку. Я в твоём познании настолько преисполнился. Шо, унижен, да? Ха-ха-ха-ха. Изи просто. Изи унижения. Какое видео на канале вы хотите видеть в следующем? Видео по Майнкрафту? Или продолжение темы с картошкой с созданием настоящей рабочей камеры из неё? И это будет не просто запихивание мини-камеры в картошку. Нет. Я хочу полностью с нуля создать рабочий фотоаппарат на основе картошки. Ну и в нём, конечно же, будет куча электроники и даже небольшая автоматика. В общем, увидите. Выбор остаётся за вами. Блин, ну я бы посадил про то, что чёную камеру. Я бы... Я и то и другое хочу. Я создал свой телеграм-канал. Там всякие прикольчики со съёмок. И не только. Так что подписывайтесь. Ссылка в описании. А, ну и ещё кое-что. Шикарно. Ну а на этом всё. С вами, как обычно, был ваш Скрепка. И помните, что мы открываем беларусь по-новому. С тушёночкой. С тушёночкой. С тушёночкой. Да ты даёшь вообще. Ну что ты делаешь? Ты разыграл мой желудок вот это. Круто. Круто. Это очень крутое видео. Вдохновляющее даже, могу сказать. Потому что очень интересно. Надо этим самым тоже позаниматься, попробовать. Ссылка, ребята, на оригинал в описании. Переходите и подписывайтесь на канал Скрепки. Также можете подписаться на мой канал, если вам нравятся мои реакции. Почему бы и нет? Ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Это очень поможет мне и моему каналу. И до скорых встреч. Я вас очень люблю. Всем удачки. Всем пока. Пау.